я в этот компостер на дно положил пластик что питательные вещества не уходили что прело лучше а то вся вода уходит землю всем здравствуйте 14 мая погода феноменальная дубак стоит 5 градусов сегодня ночью минусом так я не спахал в тот год мы уже в это время на посадили все несмотря на морозы трава растет но медленно сборонить не знаю че изборонить из-за этой погоды родов работоспособность вообще ни о чем в тепличке смотрите еще сделал меня не хватило тут пластика что трава не росла потом перекапывать я взял накрыл опять же там про трава все помрет потом и легче перекапывать миссерную теплицу на переделывать и не знаю когда переделывать в документ сегодня съездить в общем у нас все да тут какое-то состояние не стояние даже скважина у меня стоит под отоплением еще не отключен закрыл этом обогреватель стоит в купила второй насос тот сдал деньги пришли через 10 минут на карту вернулись взяла чуть послабее больно этот насос мощеная взял посмотрел у меня частотный преобразователь максимум может прокачивать пиков не пиковая мощность насоса чтобы восемь с половиной ампер было а у меня этот стоит 8 и 8 в принципе качает но уже в предел все я взял на 5 этом утки летят не видно вам наверно до косяки мы катаемся не видно на гуси целые эти летят косяки и вот я взял на 5 8 ампер тот мог поднимать который сломанным не пришел со 111 метров пусть от 110 этот может поднимать с 50 метров у меня насос где-то висит 38 метров примерно трос висит хватит за глаза тут 6 градусов грею машину поехала на почту субботу мне посылку не выдали сказали заняты слишком они я говорю ладно вечером заеду вечером я не успел заехать не до 3 оказывается работают и кто-то опять там заполучил за меня они ставят как будто я посылку эту получил а сейчас заставят задним числом субботним заполнять квитанции вчера хотел по qr-коду сделать мне почта россии предложила чтобы даже с мске не получать qr-код показал и все и и и д д д с телоскопию пальцами не проходит у меня почему на телефоне на приложении сбербанк проходит а этот не проходит и не могу таки подключить смотрите я думал откуда вот эта штучка у меня и думал думал откуда такая штука а вчера мы когда позавчера ездили на дело нашел я такую же почти и понял откуда смотрение это меня отметить тут валяться меди бронза всякой ерундами еще за гаражом там есть вот она откуда это умывальник был медный умывальник старинные вот такие вешался он куда-то прибуда было у него и вот такая же интересно у меня бронза всякая ерунда она все собрать и вот они и такой тип это дугат маленького здесь еще от большого где-то вон вон у меня иди эта штука как-то вот так она вниз вставлялся но до другого умывальника железо таки не знаю фиг знать что-то у меня вообще . таки не отмыта квадроцик не отмыть стоит морозить здорово у меня в и этот мой кота вся замерзла там разморозилась вот так приехали сделал таки бросил и тоже отмывать надо жду все тепла тепла нету и нету а парадокс пишут что к выходным придет так куда-то заверлась дай-ка вас сюда поставлю еще посылочку на отправить час до ярославля и все тут куда-то камера все уезжает я уезжаю на пониженное здесь можно конечно наделось ездить сегодня чё-то говорю меня с этой погодой когда по те работоспособность вообще на нуле нужны особо нету все поехали на почту сейчас ездим в лимина в кумину еще бы сгонять за продуктами вчера приехал юля сказала после трех хлеба нету я ролик смонтировал в пять часов вечера пошел по магазинам у нас три магазина здесь продуктовых ни в одном хлеба нету ё-моё а в мультиварке уже печь и если хлеб свой он пекется нам три три с половиной часа это уже к десяти вечером до хлеб готовится тоже смысла нет у нас с утра будет заряжать или на ночь ставить там отложенный старт в шесть часов начал печь и или пораньше вставать так тоже невариант таскать зелено продукт на купить и ездить посмотрим общем что поехали на почту заедем сейчас мне сейчас как обычно они меня отфутболят скажу что принимают посылки занято придите попозже а вечером мне уже некогда или я уже выезжаю куда-нибудь на сады почтой что-то все не согласование какие-то видим что подморозило все сухо нормально типа деревне вас прокатить немного здесь такое место нехорошее здесь по обочине объезжаю здесь еще одна яма опять по обучение придется ехать в общем дороги мертвая здесь так чё у нас в центре деревни ничего интересного очень приводок пущий подъедем сейчас там не грязно обычно там лужа целая а тут можно подъехать подсохли много дороги заказывал тут в обл вяленую на зоне килограмм вчера пришел распечатал она не довязана такая я бы ее копченой назвал а не вяленой и вот погоду надо ее подвесить она уже чищена с игрой за хвосты и подвесить в бане пускай на довязь лица вчера поел но можно есть мягенько нормально тогда не пересоленая ну жирная и полусырая а я считаю что копченая рыба она сухая должна быть уверена рыба должна быть сухая до сушить меня пойдемте на почту посылочку то чуть не забыл почта время который час все посмотрим они который час полдесятого добрый день посылочку вы отправить получить бы еще посылочку сахар по 82 рубля до килограмм что-то пятерки на посмотреть поскольку там по моему дороже чего почему 11 мне вот один момент непонятен а если например я уехал куда-то и не могу физически просто получить это посылку первым классом какая мс не принимает сейчас нету это кнопки вот я и еще и мая сам дорого так часто я влачу просто мне потом компенсирует а как может дороже будет доставка чем сама посылка хочу просто если отправить вообще как бандероли без всяких классов ничего там не цена мне лишь бы дошло говорю ему это вы сейчас глупите там тысячи рублей договора не давать обыкновенной просто вообще бесценности без без всего ничего 700 у меня денег столько нету с собой ну видишь вот я тебе говорю что сейчас первого класса нет тебе же все эмэски идут мне вообще не эмэски идут давай заказной бандероли давайте заказной бандероли да 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 они сейчас вообще эсдеком отправляют а эсдек переупаковывают эмэсом у меня еще две посылки воричи опять ушло вот это которую вы мне выдали она из очереди и опять пришла что-то они почему-то воричи отправлять этот эсдек значит первый класс у вас отменили ё-моё тогда просто будем отправлять без всего тогда пишу документы если только первый класс заказная бандероль первый класс документы пишу тебе будет квитанция пойдет потому что это не письмо это больше сто тридцать два грамма ну так что будет мне лишь бы отправить по разумной цене ладно вот вам чек пожалуйста все спасибо до свидания что я попозже зайду 390 рублей хорошего здравствуйте готово блин долго что то как как долго ребята на почту а вот раз я упал посылки принимали рассказываю пришлось мне подделать документы и попросили одиннадцатым числом заполнить а сегодня у нас четырнадцатая по моему пошел навстречу людям что мне не служим я четырнадцатой хоть двадцатой поставлю зарядим камеру пока а то батарейка сядет итак хотели емсом первый класс отменили слышали наверное не слышали емсом там семьсот чем-то рублей между прочим не надо сфотографировать и отправить блин дорога же доставка сейчас бандеролью я не согласился емсом вы че какой емс там посылочка то на триста рублей блин с копейками меня товарищ который отправляют порвется а ты че с ума сошел сейчас я ему отправлю пусть встречает и пришлось каким-то бандеролями делать сейчас мы посмотрим что пришло ну я примерно тут знаю что пришло сейчас я вам скажу сколько у меня загаска и танцу мне отдали я как так так и танцы не беру но вот он погодите я отправлю так фото из галерии квитанции не беру я электронную плачу у меня автоплатеж я сейчас к мегафону еще автоплатеж подключил а что произошло у меня там тысяча рублей на мегафоне это было я плачу пятьсот пятьдесят меня снимают абонентскую плату в месяц ну там старые архивные планы у меня интернет условия интернета интересная так я сижу на мегафоне и вот тысяча чем-то рублей у меня там было на балансе подключил думаю дай-ка автоплатеж еще к мегафону и он у меня автоплатеж там автоматом проходит а сейчас это тысяча то у меня там и висит они бы нет бы израсходовали эту тысячу а потом уже автоплатеж начали снимать нифига так и баланс и висит и все на Ростелекоме по-моему такого нету там у тебя счет если кончается но у меня там автоплатеж не подключен там было как баланс в нуле уходит и ты они снимают деньги определенную сумму сколько ты указал но не более которую тоже ты указал вот так это как-то делается давайте посмотрим сколько хоть у нас тарифы на газ это что газ ведь наверное да газпром да я говорю ничего не знаю я только раз в месяц там после двадцатого ну до двадцатого числа а после пятнадцатого до двадцать пятого где-то в этих числах я захожу на сайт газпрома и на сайт этого электричества как вон киров электро электроэнергетики в общем и только показания подаю все больше я не у меня все автоматом никакие китанции я даже знать не знаю сколько что стоит и так коммунальные услуги у меня за газ сейчас взяли вот в этот месяц на жоке знаете сколько тариф 7 рублей так тариф то где тут тут у них тариф то интересно каких то вот в рублей то тариф семь тысяч сто двадцать пять запятая сорок восемь вот это что за это за тысячу кубов что ли в общем кубометр газа я так понял семь рублей двенадцать копеек где-то так наверное если не ошибаюсь подключали газ мы в две тысячи одиннадцатом году тариф был три сорок за десять лет в два раза поднялся чуть больше два раза еще побожеская цена и вот у меня вышло за месяц газоноснабжение у меня газовая плита и отопление тысяча двести сорок пять рублей это у меня за какой месяц за апрель в апреле уже потеплее было а в апреле вообще было тепло ё-моё мы там ходили так что я там даже днем ты надо отключал где-то у меня около двух тысяч зимой выходит летом вообще там копейки выходит весной осенью рублей по 700 но сейчас холодно котел работает постоянно не отключаем так опять где-то так же придет из-за электричества там около тысячи у меня ходит так в коммунальные услуги в пределах то у меня двое две с половиной три тысячи рублей вода у меня своя налог я поехал то в кумену налоговую взял юма и вспомнил мне жена налог в банк зайти заплатить ладно если поеду сейчас сделаем так дальше смотрим что пришло сегодня у нас будет такой ролик говорю что у меня у меня дел столько есть и вообще ничего не охота делать а если у тебя желаний нету ничего делать ты будешь это делать плохо должно быть желание тогда вот у тебя все замечательно блин что то я тут не то режу не то все то так что я ничего не делаю если у меня нету желания если конечно это не срочная работа так рекламная пауза ой рекламная техническая накладка говорю рекламная пауза не могу достать блин товарные видна не попортить здесь по моему микрофоны ушли они в уричи у нас в уричи их есть рассказываю вам историю сегодня ролик истории будет мне звонил с дек почему то сейчас вот первого нету этих виде почта что-то коллаборацию провела и мне и китайцы то начали не знаю как слать они начали прислать с деком звонит мне женщина звонит звонит и вроде как она рассказывает неделю она мне звонила что сначала этот звонил мне робот все я уже рассказывал робот звонит и говорит что завтра придет товар если вы согласны с 9 до 6 будьте дома нажмите 1 если не согласны перенесите дату там два и так это автоном то этот я ладно первый раз согласился день просидел но у меня дома делать были до вечерней они вечером опять перезвонят доставка откладываться завтра вроде удобно я уже иди нахер отсюда потому что у меня так было неделю он мне звонил я иди отсюда не брал трубку в общем ничего не отвечал потом звонит уже сама женщина диспетчер так и так у вас посылочка вот тут сейчас кирова звонили ну номер я вижу мне определяется с кирова звонят вроде доставить бы надо я воду доставляйте завтра дома будете дома заходит издали так интересно женщина издали заходит до фар дома будьте иуда дома так ну давайте по адресу сориентируемся и по времени я начинаю адрес называть он говорит оп стоп а у вас говорит не что-то город киров написано поселок речной и в чем проблема давайте вам адрес скажу полный пускай курьер он говорит нет вы должны кто отправил посылку и с ним созвониться чтобы он поменял адрес и тот товарищ перезвонил нам и уточнил адрес я говорю зачем такие сложности давайте я вам дарис скажу у вас все равно уже в кирове она и курьер подъедет нет нет так не полагается я говорю иди нахер отсюда в общем я послал звонит с москвы на следующий день таки так это же история повторяться издали заходит вроде это вам посылочка так все хорошо удобно ли завтра получить я буду удобно вы в кирове живете в кировской области я буду да живу давайте вот сейчас уточним адрес и опять эта же история только доходит документского района оп стоп у вас киров поселок речной ну давайте андре скажу и все но нет не полагаться и опять говорит давай и ты иди мне даже телефонный звонок я уж там борис ел чай пил и нахер прямым текстом послал давай и говорит ты иди отправителю китайцам вроде китайцам связывайся пускай они адрес меняют мы им обратно типа отправим чтобы снимать ответственность в общем не охота суда суда курьер не ездит они как делают они в кирове ну кто по умнее то не переупаковывает и моя сам и отправляют сюда на почту в деревню не охота раньше ездил курьер сейчас почему-то не ездит странно и все и она она на меня свои обязанности вешает чтоб типа отменил посылку по посылке адрес неправильный адрес то все правильно я же вижу мне этот сдэк то пишет индекс мой пишет что киров просто речной индекс по индексу можно было до отправить я говорю иди нахер отсюда со своими она мне еще два раза звонила я трубку не беру смотрю переупаковали переупаковали отправляют в речной доходит киров речной мой индекс все нормально проходит день на следующий день уже на почту мне приходит письмо что воричи пошло я смотрю почему воричи то смотрю уже индекс поменяли а воричах еще один речной если не видать сом так назло делают по другому индексу тоже речной уричевский район я думала одна уходит воричи а там девчонка уже на что они там отсылают не два дня полежала праздники прошли вот она меня пересыл обратно наверное адрес сейчас еще две сдк идут китайцы послали а такая же история только они уже мне не звонят воричи отправляю одна посылка идет сюда и две посылки воричи идут воричах сейчас потом опять возврат но время я теряю они все равно дойдут конечно и все регистратор пришел ё-моё ребята это не то пришло то регистратор дашкам аж три босту блин я думал микрофон и придут микрофон значит вот они сейчас почтальон который приезжал посылки принес она сейчас будут разбирать эти посылочки там у меня еще одна посылка и мне на почту наверно сейчас придет вот там микрофоны должны ответил холилэнда прийти и вот такая история печальная с этими подвержения операции значит она еще не разобрала сейчас еще придет да потому что ящипецка вышла и вот где-то она идет я мое и вот у меня такой геморрой с этими почтовыми отправлениями минусы жизни в деревне господа от цивилизации оторван также вы не но тут вот и сейчас говорят можно через почту а что-то через почту сделаешь я даже не могу сейчас этот qr-код то подключить но он диск дист телеграмму тут опечаток пальца не принимает у меня приложение все не знаю почему сбербанк я спокойно захожу здесь не принимают сволочь все поехала чайку побью и наверное мы с вами а может не поеду я сегодня не отмена в кумен то зайдем еще в банк бы зайти и все блин у меня там еще один идет этот регистратор идет на так подкидывать китайцы работенки дороге голая китайцы работенки подкидывают постоянно есть что-нибудь да идет еще там пару телефонов лежит скоро обзоры тоже будут или покопать сегодня съездить фиг знает не знаю даже чё и делать думаю все думаю думаю погода хорошая холодно только по тебе какая-то поехала чайку попью пока я съел в кафе уют смс к пришла что опять посылка вот мужчина раз приезжал привез а я видел что он сюда уже пришла так все он оформил пойду я заберу еще посылочку и так граждане зрителей не стало там уже снимать смущать продавцов и продавцов почтальонов чудо это не микрофоны от холилэнда не казалось что до микрофоны должны прийти в общем я в посылках за этих о да к это господа мои это пришел мне сканер нифига он быстро пришел они написали в пятницу у них тут база есть знаете как называется у друзей из китая есть в москве на данный жанр не в москве а во всей россии сейчас скажу как это называется у них своя база о цайняо supply chain management room вот и они через эту если когда мне отправляют моментально доходит вообще быстро блин значит микрофоны холилэнг еще в юрье ходят хотя там было написано что перенаправлено наверное адрес это у нас сканер между прочим сканер и не не дешевый не не малофункциональный сейчас я постараюсь распечатать автосканер отдельно будет у нас android у нас android system high-speed процессор так 7 дисплей и touch screen 7 дюймов дисплей new id this is this is this is this is не знаю как правильно читается special функция автосканер апдейт обновления report user friendly settings ремонту много языков диагностика и more 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 написано smart diagnostic system x tool new a next tool for авто что тут хоть у нас я не знаю вам интересно не может не интересно сегодня у нас такой ролик говорю как вы любите поговорить о том о сем я сяду скорый поезд возьму свой по диету не спалерить раньше времени он еще не просто чемоданчик тут еще даже под пломбы есть отверстия а я сейчас авто авто диагностики у меня и был один сканер и дядя лёша подогнал а дядя лёша говорит я ничего не понимаю я говорю научишься у меня потому что сканер ой тут ой 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 чё тут только нету в общем тут все разные переходники блин как показать то не знаю разные переходники сам сканер переходники кабеля он у нас по кабелю будет еще и зарядки разные для разных этих в общем все в коробочке давайте я разберусь потом вам покажу что это за сканер как он работает и чем его едят ну такая не дешевая игрушка узко специалисты меня поймут но мне кажется вам понравится такая штука все поехал я возьму ты я помню то поехал меня сегодня день не туда не сюда завтра может я в лесу еду а может не поеду не знаю у нас потихоньку идет вроде потепление пойду дома сейчас все выложу это хозяйство и и и и и что сделаю то где-то я потерял готов полту меня а вот и поедем в кумены сбербанк сходим заплатим хотя там коркут есть можно по коркоду заплатить дых так сбербанк зайдем хоть посмотрим как там люди живут поехали где за это штучка съездим никого нет никого нет девчонки где-то идут музыку нам не надо камеру повыше выезжаем перевернись к камеру все сейчас я домой заеду да поедем документ съездим у меня машина про грязная вчера ездил на реку обзоры снимал на столик туда у нас там ручей поповка есть столик то где у меня стоит а это все дороги кто-то выходной видать оффродом занимался на по полям безобразие машина парам в грязи ездила так немножко грязно не помыл холодно мыть не охота мне отключаюсь пока заезжаем в кумены а чё быстро долетел минут за 15 на 20 еще что делаем я в сбербанк ну там комиссию конечно возьмут они можно через qr-код но давайте сходим в сбербанк там копить комиссия копешно потом зениговский зайду котлет на купить и в пятерку уедем может магнит посмотрим час так где-то бы паркануться задача станет ой чё-то я в каналу в какую-то залез ладно думаю выйдем пошли в банк сходит в общем обочины тут куменок печальные поснимаю там его что-нибудь блин вон место освободилось хорошие сейчас нах клиентов у нас еще к ужоне 6 туда разводи оплатить в аквитацию я правильно далончик взял да так Назначение платежата не надо указывать. Если паспорт были, вы знаете, может серийный паспорт по сути? Да. Вам серийный номер 38. Спасибо. До свидания. Готово. Все готово. Зачем-то паспорт им понадобился мой. А у меня паспорт я новый получал в том году. У меня какие-то там циферки легкие попались. Вообще, машинку бы сзади не попорней. Погодите, попробую отсюда выехать. Ой, не с той стороны. Поворотники. Куда ты едешь-то? Едь вперед давай. Так, никого нету. Вроде никого нету, блин. И у меня там эти циферки такие легенькие попались. Я его запомнил сразу же, что серия, что один. В общем, золотой номер попался в паспорте. Я его моментально выучил. Что-то мне надо было в автолюбитель заехать. Я вот не помню зачем. Блин, не помню зачем. Надо мне автолюбитель. Но если не помню, значит не срочно. А если срочно, заеду позже. Так, прокачу вас по Куменам. Центр Кумен. Мы сейчас петлю сделаем, да поедем на выезд. Может там было развернуться, но я решил вас прокатить. В пельменную не пойду я. Я не голоден. Недавно завтракал. Так что без аппетита пельмешек неохота. Здесь нам с вами ничего не надо. Вот это центр. Ну вот я, наверное, показал здесь. Все, сейчас в Зениговский заеду. А нет, в Магнит я, наверное, сначала заеду. Точно. Поехал я в Магнит. Смотрите. Ни разу не пробовал орехи. Макайдамия. Сейчас попробую. Сейчас я их наложу. Посмотрим. Здесь, смотрите, специальная штучка. Чтобы открывать. Возьмем попробовать. Возьмем попробовать. Такого я еще не пробовал. что-то новенькое орехи еще вот такой штучкой чтобы их ломать но пополам распилены материал земля ключ ключ один возьмем 1 уходит так продолжаем что камера как-то не так снимать хотелось бы сходил магнит сходил в пятерку юля там написала мама не горюй у меня рук столько нету сколько она написала сколько она написала у меня столько рук нету я думаю часть возьму магните часть возьму в этом магните все спб предлагают а я хотел через юмане расплатиться мне в личный кабинет опять там по авторизацию просят да заколебали как программа обновиться таких как было все авторизацию говорю давай без спб якобы часть возвращается на карту сегодня здесь машин много наверно товару хорошего много я по машинам слежу воскресенье тут делать нечего тут товар привозят но они не разбирают воскресенье это приехал полной коробки стоят в магазине но все скотче в стретче заматан и все и думаю ё-моё перематерился весь и уехал не солоно хлебавшими машинки тут как-то встали не так как я люблю придется заехать на татуары чтобы задним ходом немного сдать ну блин все равно не попадаю куда хочу блин моё встанут и вот из этой машины не хватает мне места припарковаться ладно я встану как попало тоже а пенсик сидит так чё с них спросить у меня вообще понятия нету как надо парковаться реалии жизни правда жизни пойдемте мониторить цены чё там этой пятерки не хватает мне радиуса машина большая не вписываю здесь место еще есть бы поджался но никак так что тут бананов я набрал здесь пятерки почему-то не вкуснее бананы чем в магните и вот тут раз мне вот эти мандарины зашли сейчас если камера мне даст возможность они вроде неказистенькие но сладкие заразы сто семьдесят девять рублей груши возьму но еще что-нибудь яблоко наберу сейчас в основу за фруктами со заехал здесь у нас творожки роману дмитриевич уберем тоже 39 цена одинаковая в общем сейчас я спросил про сахар я взял сахаром забыл снять того ту-ту-ту-ту килограмм мне на почте предлагала на 5 килограмм килограмм стоит 88 рублей на почте здесь 66 на 20 рублей ой на 20 рублей 66 пока не охота считать имейте ввиду чуть не взял на почте обещал вернуться говоришь а пятерка узнаю цены вот так продолжаю все уже наверное этот дел тянут так потребительская корзина господа на неделю так не могу снять весь багажный отсек заполнила что-то открылась рассказываю погодите я сейчас постараюсь приземлиться сюда потребительская корзина моя составила со всех магазинов примерно 10 тысяч рублей десятка где-то ушло орехи сейчас приедем домой попробуем еще за орехи я что новое беру кое-что новое сейчас вижу чуть не пробовал буду пробовать и вам рассказывать рубрика дегустация продуктов от дяди димы так никого нет вроде мерзавцев нету никого нету уй надо ехать аккуратно 1214 нормально все выезжаем с кумен все взяли чё надо а может не все не знаю может не все ладно домой приеду все доложу на заправку сегодня не едем одна четверть бака полная или одна треть бака полная пока не буду пастан пацаны стоят не местные на заправке офигели что сначала заливаться а потом на оплатить видать полный бак нахреначили стоят не в доумении 163 регионы на чем у нас 163 регион так юндайчик поехали давай пока никого нету а то вы тут еле едете стоят сначала недоумений чё за фигня 2 их там мимо проезжают а потом там женщина расплачиваться давай мужчина говорит так так то удобно сделано а у них 163 регионе такое нету ну как и раньше у нас было сначала идешь говоришь сколько надо потом заливаешь а сейчас смотрите я подъехал сунул налил полный бак заходил заплатил время экономится кучу вообще чутенько все еду в сторону дома и у меня тут лесовозы впереди ехали потом газик вез стружку еще какие-то два камазика там целая такая толпа была я думаю дай-ка я заеду на заправку долью до полного бака чтобы шахматы тут не играть в эти туды деду же обгонять их они едут с 80 километров до что ты думаешь зараза хоть бы 90 шлин а этом автомобиле не хватает 6 передачи вот еще бы воткнуть раскручивать здорово и так и охота шестую передачу воткнуть но нету все еду я в сторону дома сейчас на разгрузочку приехал домой а тут роман дмитриевич роман дмитриевич здравствуйте ну-ка поздоровайся покататься хочет блин я опять не на разгрузиться роман дмитриевич ничего машину увидел все обнесло парня сейчас об агодируем разгружусь сначала потом тебя прокачу на чадо июля я там ореха взял интересных надо попробовать да первый раз такие вижу чего погулять я бога стаскаюсь и сейчас я стаскаю приехал ну что друзья мои давай я попробуем орех сегодня дегустация каша много чего-то я взял может не зайдет может зайдет не знаю орехи веселые сразу говорю пропиленные зарубежными гостями ключик ключик а его вот так надо выдано раз знаете мне это в новинку это все выглядит он чем-то напоминает вот у меня растет орешник чем-то напоминает его вкус на него вкус между орешником потом косточками от персика или на персика такие большой кости то вкусно вкусно друзья мои зубами вы конечно не раскусите что-то сомневаюсь что зубами раскусить фейхо блин юля как-то называла название говорит пробовала такие вкусные а зубы сломаете сразу ну-ка давай доставайся вот достал еще один они вкуснее орешника вкуснее таких вкуснее грецкого он жирный этот орех не сухой как грецкий орех тема и говорят полезно очень еще один завод всем хорошо и на этом наша дегустация закончена штука вкусная между прочим этой штукой можно еще орехи вытаскивать прекрасно углеводов и жиров белков растительных не важно есть полно ну вот можно брать да первый раз я таки увидел грамм по 200 по щелкать можно взять все все пошли мы обедать юля там сейчас мясо пожарит а хотелось утра игру не жаришь с утра мясо 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 на есть и со сковородки сразу чтобы она сразу же горячее было а его разогрев второй раз он сухой мне мне вам объяснять я думаю понимаете о чем я сегодня еще в планах отмыть технику всю машину помыть квадроцик и прицеп завтра может в лесу еду может не поеду может с этим с примабасами у меня тут есть много всяких штучек может с ними позанимаюсь на меня птичка прилетела смотрите скворечник висит на доме и птичка каждый год прилетает маленько-маленько яички выносит у нее тут какие-то яйца кто-то разбил а может уже вылупились и вот она второй раз здесь сидит вот такие дела птичка в тот год это же самое было прилетели значит они мне и зрителей кто-то подарил этот скворечник висит но она там живет постоянно все вот такой сегодня бложек у нас получился больше из машины болтологией в общем позанимались завтра если не уеду то сканер оттестирую потом вам все расскажу всем пока удачи увидимся